Саш, каких ты там книжек накупил опять? А, да. Да, накупил про Металлику, про Пинк Хлоид, про Квинн и Артемий Троицкий «Назад в СССР». Блядь, интересная там книга. Да? Как все начинал в хите, самые битники, стиляи, как одевались, какую музыку слушали. Ну-ка, расскажи-ка про… Я, кстати, вот эту книгу не читал. Охрененно, интересно. «Comeback in U.S.S.O» я не читал. Она в Лондоне вышла. Ага. Ну, и вот в 2007 году здесь у нас вышла. А в Лондоне она вышла еще в 87-м. Ну и что он там, с самого начала описывает? С самого начала, какие у него ботинки были. Со времен перестройки ли он, или он еще раньше начинает? Нет, раньше. Раньше? Это 50-е, 60-е. Ни хрена себе, когда я был битником. Когда на этих, на рентгенах, в таких снимках слушали. А, все, я понял, понял. Я понял, понял. Это, это, пластиночки делали. У нас тоже… Луи Армстронс, там всякие битлз. Но битлз уже там попозже были. А то вот были… У нас тоже, кстати, была на рынке вот такая забегаловка. Резали это самое, пластиночки там, блин. Ван Вейтыки-то у меня была. А у меня этот Андреано Челентано, песня «Ковбой». «Ай-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на». Вот это мне нравилось. Круто вообще. У меня были, говорю, ну, как он пишет, у меня были из красной, яркой, красной кожи ботинки. Ага. Леской прошитая. Я сам леску выбирал в магазине, мне сшили, подошва была 10 сантиметров. Я когда ходил, я был выше, и когда ходил, они аж подпружинивали. Круто. И там все смотрели. Это он типа стилягой был? Стиляга, стиляга. Клетчатый пиджак. И там про них, особенно бабам было тяжело, они привыкли там наши чопорные такие. А эти девки ходили в юбках таких, ну, мини там, макси всякие. И в троллейбус, в транспорте, например. И не стыдно тебе, я как попугай выгляделся. Ну, а на бабах, соответственно, проститутка там, все такое. Вовремена были. А ты не смотрел фильм «Стиляги»? Смотрел. Ну вот, вот это время и есть. Про прически рассказывал там. Коки. Коки вот эти, да. Ну, пригольно. А ты помнишь, чем фильм заканчивается «Стиляги»? Что-то они идут по арке, по-моему. Нет, когда приехал, там же у него кореш был, сын дипломата. Да, и он говорит, если в таком прикиде тебя увидели, где-то там в какой-то улице, в Америке тебя бы определили, психушку сразу. Там, говорит, чувак, такого нет движения. Как нет? Где там всю юность свою на запад там равнялся там. А в итоге там такого нет. А он такой, ну нет, а у нас будет, а у нас есть. А у нас есть. У них нет, а у нас есть. Ну и там, значит, «Стиляги» вот эти. Потом стали группы организовываться, когда Битлз услышали, начали под Битлз бит-группы. «Битники». Ну да, «Битники». У Цоя даже есть там какая-то песня «Когда я был битником». «Битники». Потом «Вия» всякие начали образовываться. Песни «Ры» там всякие, «Сябры». По 15 человек. Мальчуковая группа. Да, да. Мальчуковая группа. «Заболела голова-головушка». «Заболела голова». Ну потом и уже вот «Аквариум», я сейчас читаю, там «Хиппи», когда пошли. Ну «Хиппи»-то уже там «Прогресс» был. Это 70-е там уже, да. Пластинки с рук можно было купить. Сколько, что он говорил, там 50-60 рублей стоила пластинка. А если запиленная, то ее по тридцатке отдавали. Но слушать ее было, говорит, невозможно. Там уже к тому времени там «Вио-земляне» рубили, наверное. Наверное. Да, уже там песня «Каскадеры», наверное, была. Извини, это... Подожди, а этот «Мигуля», «Мигуля» уже, наверное, в то время играл. Там «Траву у дома» там уже рубил. «Стаснамин» там эта, группа у него была. Группа «Стасанамина» и «Рок-лаборатория». А, а гитары как это доставали. У нас же не было ни хрена. Ну, у нас были там какие-то, ну, короче, хрень всякая. Бас-гитары делали, сами делали, а струны на бас-гитаре отрояли. Заматывали пальцы изолентой, потому что они очень жесткие были. Ну да. А приезжали из соц. стран всяких, из Чехословакии, Венгрии, ну вот этих вот, Югославии, с фермовыми, с фендерами, с этими... Палки, палки-фендеры, палки-гибы. Гибсоны, да. Вот. И они, короче, здесь, когда заканчивали турне, вот эти группы, они распродавали всю вот эту аппаратуру. Ну, конечно, там. И, короче, стоила гитара, вот, ну вот, и гибсон, например, стоил пять тысяч рублей. Ага. Ну, и мотоцикл Ява тысячу стоил. Некоторые говорят, не, я лучше Жигули куплю, чем гитару. Ну да. Мотоцикл Ява тысячу рублей стоил. У нас, потому что в доме один чувак купил за тысячу рублей. Мотоцикл Ява стоил тысячу. Мы-то еще охерели, нифига себе ты, блин. Там на эту гитару все ходили смотреть всем домом. Такие, о, да, гитара. Ну же, гитара как гитара. У меня на базе такие гитары стоят. Ну, а тогда это было очень круто. Конечно, тут у всех Уралы, да, какие-то там Орфеи и хрен по миру. Про Градского там, как он тоже это... Градский, кстати, умер. Градский умер, да. Мне шут все не сказали. Да он в что-то в последнее время как-то не очень здорово выглядел, блин. У него что-то там какой-то... Сэйшн какой-то был, короче. Продали билеты, а тем, кому не хватило билетов, ломились в окна, в двери. А барабанщик у этого, у Градского, забыл барабанные палочки дома. И Градский поехал за ними. Ага. Возвращается, и все, а там толпа. Как зайти, непонятно. Да, и он говорит, я Градский, я Градский, я в группе играю. Ему говорят, мы здесь все Градские. Дураки, блядь. И вот, короче, говорит, я с трудом по сливной трубе на второй этаж как-то залез в первое попавшееся окно. А там заседание комсомольской организации какой-то. Ага. И он говорит, извините, у нас тут танцы. И не прошел. Извините, у нас тут танцы, да. Ну, Градский такой прикольный мужичар был. Вот, и сейчас дошел до аквариума. Блин, интересно, конечно. А кто там вообще, ну, а в смысле до аквариума дошел, кто основал аквариум? Ну, там про Гребенщикова в основном. В основном про Гребенщикова, да? Там другие люди не упоминаются, наверное, да? Ну, да. А Гребенщиков, он вообще кто, мажор или нет? Охрен его знает. Ну, это какая-то, блядь, элита, по-моему, наверное. Ну, я не знаю. Да ладно, неважно, там Гребенщикова. Он сказал, как вам это, перед концертом. Здравствуйте, мы... У нас база на заводе каком-то там, ну, там, электросталь какая-нибудь. На Кировском заводе. Мы играем музыку для рабочих, и она им нравится. Круто. Мы тоже играем музыку для рабочих, и она им нравится. Как-то так. А что там еще интересного было? Ну, вот, дошел пока вот до сюда. Ну, читается быстро. Быстро, да? Легко написано, да? Да я уже полгода за вчерашний день почти половину прочитал. Я все хотел спросить, а книги вот эти дорогие сейчас? Ну, вот, «Назад в СССР», кто из этого, Троицкого, 390 рублей. Ой, да не особо дорого. Металлику я не помню. Квинов я взял за 400 рублей. Ну, а на Толусе там интересно. Ну, там больше про похождения Фредди по этим. Понятно. По гей-клубам. По гей-клубам, да. Похождения Фредди по гей-клубам. Ладно, Саш, спасибо. Передавай всем привет. Ладно, пацаны, всем привет. Давай, читай книгу. В следующий раз продолжение. Да. Раз. Раз. Раз.